Еще одна правительственная телеграмма. Уважаемые коллеги, поздравляю коллектив Балтийского государственного технического университета ВНМЕХ с 85-летием, со дня его основания. Уровень, высочайший и профессиональный уровень его выпускников, который может гордиться наша страна, успешно, я прошу прощения, успешно трудиться в крупнейших организациях обороны промышленного комплекса Российской Федерации, обеспечивая обороноспособность и безопасность нашего государства, процветание нашей Родины. Заместитель председателя правительства Российской Федерации, председатель коллегии военно-промышленной комиссии Российской Федерации Рогозин Дмитрий Олегович. Служба внешней разведки Российской Федерации. Уважаемый Константин Михайлович, рад поздравить руководство профессоров, преподавателей, сотрудников студентов, аспирантов и выпускников военмеха с 85-летием, со дня основания вуза. Созданный в 1932 году для подготовки высококвалифицированных инженеров для отечественной оборонной промышленности, военмех все эти годы динамично и всесторонне развивался. Занимаясь сегодня лидирующей позицией среди высших учебных средей страны, технической направленности, вуз готовит инженерные кадры в области оборонных технологий и высокотехнологичного сектора экономики, ориентированные также на технику и технологию ближайшего будущего. Диплом военмеха, давно и по праву ставший символом качественного образования, открывает широкие перспективы перед выпускниками вуза. Не случайно они востребованы в различных сферах деятельности и успешно проявляют себя в науке, на производстве и в бизнесе, на государственной и военной службе. Но чем бы они ни занимались, главным для них, уверен, всегда остается стремление сделать Россию могущественной и сильной державой. Нарышкин Сергей Евгеньевич. Я, глядя в наш зал, вижу председателя законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Серафимовича Макарова. Вячеслав Сергеевич, можно пригласить вас на нашу сцену? Спасибо.